Искусственный скалодром с автоматической страховочной системой. Выкрепляется карабин и можно лезть наверх. Туристический клуб «52-я параллель» молодёжной организации Балаковской АЭС обрёл новый дом. Два скалодрома установили в новом корпусе Центра культуры и спорта «Антарес» правкома атомной станции. Новое оборудование уникальное, с резкими перепадами высот и неровностей, что делает условия тренировок приближёнными к реальности. И теперь любители активного туризма будут готовиться к летним вылазкам в горы в комфорте. Организуем и для семей досуг, ездим автобусом куда-то, например, в «Жигули», стараемся выбираться раз в год. Организуем туристические слёты с ночёвкой в палатках. А вот это направление спортивное именно для тех, кто хочет достигать каких-то результатов и поэтому занимается активно и регулярно. Открытие обновлённого Центра культуры и спорта – долгожданное событие. Теперь коллективы будут заниматься в более комфортных условиях. Здесь появились просторные танцевальные классы, гимнастический зал, кабинет для вокала и студия звукозаписи. Рады новому центру и ребята из цирковой студии «Фиеста», где занимаются более 150 юных артистов. Сами участники коллектива говорят – цирк – это вам не шутки, а очень серьёзное занятие, требующее сосредоточенности и упорства, даже если что-то не получается с первого раза. Самый сложный трюк для меня – это фляг, я его не умею. Мне нравятся все тренера, они очень хорошие, добрые. Я хотела заниматься в цирке, потому что мне интересно было прыгать в трюки. И как получается? Отлично. Обновлённый тренировочный зал позволит ребятам отрабатывать трюки на высоте, что раньше было проблематично. Низкие потолки, мрамор кругом, очень травмоопасно всё было. Сейчас у нас шикарный зал, мягкие баллы, ПВХ-покрытие специальное для возможностей детей. Высота около 8 метров. Хотелось бы выразить огромную благодарность Балаковской атомной станции, которая поддержала наши идеи, концерн «Русатом», который тоже выделил средства на постройку нашего здания. Поблагодарить человека, который поддержал нашу идею и помог ей воплотиться, Сорокин Пётр Николаевич, председатель профсоюзного комитета. Благодаря этим людям, которые прониклись и поняли, что мы люди искусства, что нам надо развиваться, и что мы любительский коллектив, а не профессиональный. Мы всё равно пошли навстречу и помогли для того, чтобы мы развивались и ставили цирковую школу на высшее время. И на этом реконструкция центра «Антарис» не заканчивается. Председатель профсоюзной организации атомной станции Пётр Сорокин рассказал, что ещё планируется сделать. Будет актовый зал с выдвижными сидениями, чтобы можно было мазикюрки проводим, и балкон. Ну, то есть тут будет небольшая часть спортивная, а будет такая вот для проведения мероприятий публичная какая-то, да? Спортивный комплекс, гимназия. И плюс два парка, если честно. Спасибо вам огромное, что вот этому делили значение именно городскому пространству. Это принципиально. Губернатор Валерий Радаев, хоть и не планировал посещение «Антариса» в ходе официального визита в Балаковский район, не смог не заехать в центр. Слишком уж значимые изменения здесь произошли. Глава региона был приятно удивлён, увиденным и высоко оценил вклад Балаковской АЭС и концерна «Росэнергоатом» в социальное развитие города. Благодаря этой поддержке седьмой микрорайон стал центром притяжения для балаковцев, и с каждым годом становится всё комфортнее.